Всем привет! Мы с вами снова в магазине Икеа Нижний Новгород. Продолжаем тему стеллажей хранения в Икеа. И сегодня мы решили рассказать вам, пополнить нашу коллекцию именно стеллажами, из которых можно сделать домашнюю библиотеку, но и не только библиотеку. На данный момент мы находимся в комнате, в выставочной такой зал Икеа, где представлены стеллажи Билли в виде библиотеки. Я думаю, вы уже, пока меня слышали, посмотрели общие планы и увидели, что здесь довольно-таки много стеллажей. Мы решили сначала вам покажем все нюансы, расскажем о том, как нужно правильно собрать, что нужно, как избежать ошибок, а потом покажем, какие есть цвета, какие есть двери и вот такие вот более мелкие нюансы расскажем. Так, смотрите, вот здесь у нас, друзья мои, большая библиотека. Общую стоимость я вам сейчас сходу не посчитаю. В принципе, ее можно увидеть на сайте. Давайте на этот акцент делать не будем. Что такое Билли? Это каждый стеллаж представляет из себя отдельную конструкцию. Вы можете использовать его не только для книг, вообще, в принципе, для чего угодно. У них перфорация, как у гардеробов, через каждые 2,5-3 сантиметра, то есть полочку можно ставить под любую высоту. Здесь собрано в виде библиотеки. Поэтому давайте расскажу сразу о нюансах сборки и какие моменты могут возникнуть. Если вы решили собрать данный стеллаж и не крепить его к стене, хотя Икеа рекомендует все-таки это сделать, тогда у вас должен быть идеально ровный пол и идеальная стена. Иначе стеллаж просто заваливается. Ребята-сборщики наши собирали много раз такие стеллажи. Как только стеллаж ставится, клиент говорит, нет, мне не нужно не трогать мою стену. Окей, поставили. Человек отходит, стеллаж едет за ним. Поэтому крепить к стене мы все-таки рекомендуем. Это не картина, это не статуэтка, которую вы потом передвинете. Все-таки такие вещи обычно ставятся и потом больше уже не трогаются. Хотя, в принципе, при желании можно там открутить и переместить. Дальше, смотрите, вот если, еще такой момент, когда вы собираете данный стеллаж из нескольких, то есть не отдельно, допустим, стоящий, да, ну вот такой вот, отдельно стоящий стеллажи, а вот такую вот монолитную конструкцию, где будет много-много всего, книг, такой уголок профессорский. И вы не зацепили их между собой, вас ждет вот такая беда. То есть они будут выходить в разные стороны. Кстати, вот здесь перед нами стеллаж отдельно и верхняя надстройка. То есть это фактически два стеллажа. Вот этот маленький кубик продается отдельно, вот к такому большому длинному стеллажу. Полки тоже можно докупить. В базовую комплектацию входит пять полок, остальные по необходимости можете докупить. Чем соединяют? Вот такие вот шурупики. И есть еще более длинные. И есть еще более длинный шип-паз. На картинке мы его вам сейчас покажем, при помощи которого можно соединить. Но это такие уже технические моменты. Обычно все-таки сборкой занимаются мужчины, хотя и девочки, я знаю, тоже собираются, самостоятельно собираются, ставят, устанавливают. Но все-таки более такую тяжелую работу лучше мужчинам доверить. Вот здесь в виде библиотеки. Цвет здесь у нас коричневый ясеневый шпон, то есть покрыт шпоном ясеня. Такой благородный, красивый оттенок. И еще здесь дополнительно представлен подсвет камлоп. Заодно мы давайте вам про нее расскажем, потому что просят ее показать. Это светодиодные софиты. Они разбираются. Монтируются они, вот здесь они на саморез вкручиваются. Дальше шнур уходит, кабель туда, вовнутрь. Вы делаете обязательно выпил в полке, по-другому не будет. И отпускаете через трансформатор, через переходник под низ стеллажа. Еще смотрите, моменты убили. У них есть выпилы под плинтус. Не у всей икеевской мебели-то есть. Да и вообще как бы не у всей мебели-то есть. У меня темно. Попробуй на большую камеру выпил по плинтус показать. Помимо того, что это сами каркасы, можно дополнить дверями. Двери мы сейчас вам покажем отдельно. Они есть полностью стеклянные, частично стеклянные. Вот как выглядит стеллаж со стеклянными дверями. То есть это верхняя полка. Вообще такой, знаете, ретро-классика получается именно в таком цвете. Но так как цвета разные, можно использовать по разному назначению. Не обязательно хранить там книги. Вы можете использовать под посуду, под какие-то красивые беделушки. Ну, на самом деле, кто только не хранит. У нас дома стоят два узких таких вот стеллажа. Вот такой вот единичный. В белом цвете с дверцами. Мы храним там документы, такие вот важные вещи, ну, которые как бы, чтобы у детей особо доступа не было. Так, пойдемте, мы вам покажем теперь варианты, какие есть по цвету, какие есть двери. Помимо того, что стеллажи Билли отличаются цветом, они еще отличаются размером. Вот классический белый стеллаж. 2,990, размер 80 на 28 на 202 сантиметра. То есть двухметровый стеллаж шириной 80, глубиной 28. Есть точно такой же узкий стеллаж. Сейчас мы с вами его найдем. Вот он. 2,390. Вот здесь вот ценник за комплектацию. А если приглядеться, я думаю, крупным планом при монтаже, мы вам покажем, вот, стоит 2,390. Вот такой вот стеллаж. Но без верхней, верхней, это уже надстройка, дополнительно продают. Вот такой вот узкий стеллаж. Вот у нас дома вот так. То есть без вот такого вот верха, вот без самого верха, где ручка, вот отсюда начинается от этой линии и вот вниз. То есть вот таких вот 2 стеллажа стоят по краям. Вполне удобно. Меня устраивает, что, допустим, вниз можно сложить какое-то хранение, которое, в принципе, никому не должно быть видно. Фототехнику храним в этом же месте. А наверху уже вот так в коробочках, чтобы, ну, все-таки эстетично более-менее смотрелось. Всевозможные коробки, вставки, киевские, все сюда подходит. А теперь давайте двери. Нет, мы еще размеры вам покажем. Значит, били отличаются шириной и высотой. Широкие, 2,02 высота и 106 см. Вот сейчас мы нашли 106 см. 3,990 см. Причем цветные стоят дороже. Белый стеллаж такой же стоит 2 тысячи, а черно-коричневый стоит уже 4 тысячи. Ну, цветная мебель в Икеи всегда дороже, чем белая. Вот такой вот стеллаж стоит 4. Значит, это широкий и есть точно такой же узкий стеллаж. Это их 4 цвета. Узкий такой стоит 2,790 см. 40,28 на 106 см. То есть вы уже поняли, что, в принципе, комбинацию можно собрать как угодно. Помимо вот этих высоких и низких, есть вот такие вот маленькие настроечки. Вот здесь вот представлены кубиками сделала 2 на 2. Кстати, интересное, да, сочетание. Если не хотите стеллаж во весь пол, а верх занять надо, вот такой вариант из 6 кубиков можно сделать с дверками. Цвета у кубиков точно такие же. Теперь пойдемте смотреть двери. Ну, хоть и двери здесь не все, мы еще сейчас новинку покажем. Двери также градация идет по цветам. Значит, дверь Оксберг. Есть целиком стеклянная. Стеклянная. Это для маленькой вставочки. Есть деревянная. Деревянная, она будет закрывать у вас ровно половину стеллажа, как вот показано здесь. Давайте обратно вернусь, чтобы у вас понимание было. То есть маленькая дверца займет вот как раз ровно половину. Вот досюда будет. То есть вот если убрать вот это, будет вот так дверца. Сейчас я поищу, может быть где-то представлено. К сожалению, ребят... А, вот, кстати, в коричневом цвете, вот. Вот как будет выглядеть маленькая дверца. То есть такой вот шкафчик небольшой, да? Так, побили. Вот за все то время, что мы возим, ни разу, кстати, не было брака, каких-то трещин, гарантийных случаев ни разу побили не было. В принципе, эксплуатация вполне нормальная. Ну, все как обычно. Боимся острых предметов, какого-то большого количества влаги. То есть ведро воды не разливаем и так далее. Да, кстати, спасибо, что напомнил. Давно, наверное, года 4 назад, не меньше, у клиентки в частном доме раскололась просто ночью вот такая стеклянная дверь. Они вышли на шум, а вот такая вот дверь вся в крошках. То есть в трещинах часть стекла валяется на полу. Но спасибо ребятам в отделе сервиса Нижнего Новгорода. Все это без проблем обменялось. Ну, написали претензии, все как обычно. Все решили, человек со шкафом живет и радуется. Так, давайте сейчас покажу, что у нас по внутренностям. Значит, вот такие вот выпила в дверях для петель. Петли продаются... Нет, петли, кстати, в комплекте идут к дверям. Петли идут в комплекте к дверям. Кромки. Ну, на мой взгляд, Билли все-таки довольно-таки удачную Ikea-модель. Без каких-либо нареканий, гадами проверенная. И надеюсь, что они очень долго-долго не выведут ее из ассортиментов. Так, белую мы вам показали. Дальше идет дверь скомбинированная в стекло и дерево. И чисто стеклянная. То есть, фактически, у нас четыре вида дверей. Стеклянная, стеклянная скомбинированная, деревянная половинчатая и маленькая. Дальше. Дубовый шпон. Ну, цены, опять же, белые, дешевле. Вот белая дверка стоит полторы тысячи. А дубовый шпон уже стоит тысяча восемьсот. Крупные планы вам покажет оператор, я вам хочу рельеф показать. Выпила. Дальше, опять же, у нас такая же стеклянная дверка. Большая стеклянная дверка закаленного стекла. И комбинированная. Следующий цвет – это ясеневый шпон. Красивый, благородный оттенок. Если вы любите классический коричневый цвет и предпочитаете его в интерьере, то цвет для вас, он такой благородный, ненавязчивый и не яркий, и не тусклый. Но, опять же, да, видите, отличаются. То есть, учитывайте, что все-таки это шпон натурального дерева, поэтому различия могут быть. Вот они, три, две, вроде бы все в одном цвете, а все совершенно разные по оттенку. Дальше, черно-коричневый. Какой насыщенный оттенок черного. Тоже все рельефы дерева видны. Все то же самое. Средняя маленькая, большая со стеклом. И дерево большая, чисто стеклянная. Дальше, есть стеклянные двери. Морлиден. Вот в эту вставку, в чем как бы интересны они, да, вот сюда можно как в рамочку под это стекло поставить фотографии, ткань. В общем, в принципе, дизайн сделать можно любой уже по вашему желанию. Большая такая дверь стоит 2 500. Вот, то есть, фактически, изначально она вот с такой вставкой. То есть, с одной стороны черная, вот она эта вставка. С другой стороны белая. То есть, вы сами решаете, что вы вставляете. Вот здесь пример. Вот стеклом у нас, значит, черная. Вот такая вот полузеркальная, да. То есть, я думаю, да, меня видно. И вот такая вот белая. Так, появился новый цвет, темно-красный. Появился и стеллаж в этом цвете, и двери. Красивый, насыщенный цвет. Он, ну, нисколько не темно-красный. Это все-таки для меня, это такой винный, виноградный, ближе к бордо, вишни. Такой красивый, насыщенный оттенок. То есть, комплектация только такая, только широкий стеллаж и две двери, другого нет. И вот, кстати, как выглядит Биллема Марли Ден. Вставлены в дверцу рисунки всевозможные. И стеллаж уже может превратиться и в гардероб детский, и в книжный шкаф, да вообще, в принципе, во что угодно. Вот видите, сколько на самом деле вмещает. То есть, объем не маленький у этих стеллажей. Вмещают они очень-очень много. Ну, что, друзья мои, в принципе, побили по каким-то вот нюансам, по сборке, мы рассказали все. Не забываем писать комментарии к нашему обзору. Благодарны всегда за ваши лайки, подписки и так далее. Вопросы задаем под видео. Если какие-то вопросы, что-то порекомендовать, нужно находить на социальных сетях, все ссылки есть. Порекомендуем, объясним, расскажем, покажем. Спасибо большое за внимание к обзору. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok